Семьи пострадавших в результате теракта на бостонском марафоне высказались после приговора Джохару Царнаеву. Все 12 присяжных в пятницу решили, что подсудимый заслуживает смертной казни. «Каждый день я вынуждена смотреть, как мои сыновья надевают протезы вместо ног, поэтому после приговора с моих плеч как будто упал груз». «Я помню, как эти бомбы взорвались, помню ту омерзительную вещь, которую совершил этот человек и его брат. Они убили людей или лишили их конечностей. Многие до сих пор не могут это забыть. Праздновать нечего, это просто правосудие». Для вынесения смертного приговора было необходимо согласие всех 12 присяжных. Если хотя бы один был против, то Царнаева автоматически приговорили бы к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Обвинение состояло из 30 пунктов, 17 из которых предусматривали высшую меру наказание. При этом защита не смогла убедить присяжных, что Джохар действовал под влиянием своего брата Тамерлана, который погиб ещё два года назад в результате перестрелки с полицией. «Хотя защита утверждала, что подсудимого запугал и вынудил его старший брат, но свидетельства этого не подтвердили. Подсудимый – взрослый человек, который поверил в идеологию ненависти. Он выразил свои убеждения, убив и травмировав невинных американцев». Приговор также основывался на том, что Царнаев не проявил признаков раскаяния. Услышав решение присяжных, он не выразил никаких эмоций. В результате двойного теракта на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибло три человека, включая восьмилетнего ребёнка. 264 получили ранения. 17 человек потеряли в результате двух взрывов, одну или две ноги. Тамерлан погиб в перестрелке вскоре после взрыва. Джохар попал в руки полиции с многочисленными ранениями.